Дороги чистые В этих нескольких словах суть самых важных потребностей людей. И именно на эти аспекты опирается руководство поселения и местные депутаты при планировании бюджета. Подробно о том, каким в цифрах был минувший год, рассказала в своем отчете председатель местного совета депутатов и одновременно глава поселения Булатниковская Ирина Дубровская. Бюджет был освоен на 90 с лишним процентов. И хотя он составляет менее 200 миллионов рублей, учитывая резкий прирост населения, средства старались распределить по уму, выделяет должные суммы на сферу ЖКХ, социальную политику, культуру и спорт. По разделу культуры и кинематографии в бюджете поселения утверждено и освоено 28 миллионов 437 тысяч рублей, исполнено 96 процентов. Социальная политика в миллион 863 тысячи рублей, исполнено на 90 процентов. По разделу физическая культура и спорт в бюджете поселения утверждено и исполнено 6 миллионов 475 тысяч рублей. Важным в деятельности совета депутатов, по словам Ирины Дубровской, было решение о передаче полномочий поселения муниципальному органу местного самоуправления. Почему совет поселения принял такое решение, передал полномочия, думаю, что аргументами может служить следующее. Существенная экономия финансовых средств на содержание исполнительного аппарата для реализации полномочий. Администрация поселения совет депутатов работает единой командой с коллегами районной администрации, что также способствует эффективности этой работы. В 2018 году в местную администрацию поступило более 200 обращений граждан. Каждая, по словам следующего докладчика, руководителя администрации сельского поселения Булатниковская Сергея Арчукова, была рассмотрена. Стоит отметить, что ежегодно в Булатниковском сдаются новые дома, а значит численность населения растет. Это самое большое поселение, которое уже сложно назвать сельским, ведь на его территории 184 многоквартирных дома. В прошлом году по губернаторской программе было отремонтировано 72 подъезда. А вот с ремонтом 11 домов, которые также стояли в плане, пришлось повременить до 2019 года. Причиной тому стало расторжение договора с генеральным подрядчиком, который не исполнил свои обязательства. Но жизнедеятельность поселения – это и множество, казалось бы, мелких, но необходимых деталей. Установка новых светильников, 45 штук. Устранены короткие замыкания на 18 адресах. Выровнено две опоры уличного освещения. Подвешено 1549 метров нового самонесущего изолированного провода. Учитывая, что в поселении много водоемов и зеленых зон, большое внимание здесь уделяется безопасности. Произведена противопожарная опашка населенных пунктов. Проведено обслуживание и содержание пирсов в селе Булатниково, деревне Суханово, деревне Жабкино. Приобретено противопожарное имущество для добровольных пожарных дружин. Изготовлены и распространены листовки по правилам пожарной безопасности. В планах на 2019 год стоит много важных задач, главной целью которых является обеспечение качественной жизни на территории поселения. Глава Ленинского района, который дал положительную оценку работе местной администрации за минувший год, отметил, что необходимо добиться того, чтобы социальные объекты вводились вместе с жильем и решались поставленные задачи по транспортной доступности. Самая основная проблема и самый главный вопрос, который мы будем решать в 2019 году, это вопрос, связанный со строительством и расширением дорог. И в середине февраля у нас будет вводиться в эксплуатацию наше мостовое сооружение, так называемое путепровод, который связывает два микрорайона, уже ставшими достаточно большими Боброво и Држино. В течение всей встречи в президиум поступали вопросы от местных жителей. Они касались разных сфер здравоохранения. Люди ждут, когда же будет работать фельдшерско-акушерский пункт в Булатникове. Экология, чистка бицепского пруда не проводилась в течение долгих лет. Строительство канализационной насосной станции, на которую пока нет средств. А также вопрос сноса аварийного клуба на территории деревни Лопатина. Вот, скажем так, в эту территорию есть ряд предложений по ее освоению. Ну да, вот в угол. Вот, коллеги, давайте так. Вот руководитель администрации пожарная депо. Депутаты говорят детскую площадку. А суть-то она в другую. Суть она в другую. Надо снести, чтобы туда дети не бегали. Потому что уже год прошел, вот мы не там. По каждому вопросу прошло обсуждение и вынесены решения дальнейших действий. Завершилось большое мероприятие на позитивной ноте. Лучшие в своей трудовой деятельности жители поселения были награждены почетными грамотами главы муниципалитета, совета депутатов района и главы сельского поселения Булатниковская. Татьяна Брылова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ.